Решение вчера нашли, с апреля месяца приступаем к работам. Мы же в принципе со всеми проговорили, никого не бросим, все восстанавливаем, все за бюджетные средства. Уже и подрядчик будет? Кто подрядчик будет? В апреле месяце, сейчас на конкурс подрядчик мы еще не предъявим. У-у-у, началось! В течение 45 дней, проходит полтора. А что это полтора? Ну, если как раз, то есть это будет 30 дней. Назначить. Нет, нет, нет. А конкурс не просу, ну, короче, значит, давайте так, я могу постановление правительства Российской Федерации, я бы быстрее обратился сейчас. Не толкайте меня. И подрядчик будет в руках? Ну, конечно, ну зачем ждать, ну зачем людям порочить, зачем морочить голову столько времени? Значит, вы сегодня до вечера, вот я сейчас в Симферополь вернусь, вы сегодня до вечера мне даете предложение по подрядчику, чтобы я в понедельник представление правительство России направил. Мы там дней за 20 решим вопрос, но там будет прямой назначен, будет именно без конкурсных процедур. Да, да, нам так и обещали. Да, да, будет назначен без конкурсных процедур. С вас подрядчик, кто из керченских или крымских подрядчиков готов быстро это восстановить? Сколько технологически займет процесс восстановления? 8 месяцев по проекту. По проекту, да. Ну, по проекту это всегда завышается, как бы реально. Понятно, да. Значит, визите директора компании. Значит, мы с вами в среду уже встретимся, я вам позвоню в понедельник. Я с проектом согласен с ситуацией. В среду мы уже встретимся с подрядчиком, прямо с подрядчиком, кто это будет делать. И встретимся в администрации. Подрядчика постараемся, так сказать, полностью технологически просчитать и сделать это быстрее. Сергей Вавилович, только добротную организацию. Значит, вот здесь я снаю... Ну, мы же имеем опыт, горький опыт. Я с вами согласен, подрядчиков, к сожалению, таких системных, но достаточно мало. Может быть, кто-то с республиканских, сейчас я посмотрю, кто строил. Потому что работа ответственная. Значит, я обещаю вам, ну, я в среду с подрядчиком встречаюсь с вашей девушкой, с представителем в администрации, с датами, когда он выходит, и в какой, прямо вот он по дням. Хорошо. По дням лично, и скажу еще, прямо вот на совещание, оно будет в прямом эфире идти, прямо скажу по вашему дому. Он вот выйдет сюда, кто здесь будет дежурить. Все ясно. Сергей Вавилович, у него будет здесь дежурный тоже пост будет, по подрядчику. С тем, чтобы в кратчайшие сроки это восстановить. Поэтому, принципиально, главное, уже деньги все мы нашли, процедуру нашли, были проблемы. Слава Богу. На самом деле, к сожалению, ну, предыдущая администрация ничего не делала. Наши четыре этажа сносят и построят новые нам. И сказали нам, что мы получим голые стены, ни линолеума, ни обоев, ни раковин. Вот смотрите, мы вот там, где в частном порядке... А денег дали мало. Значит, вот смотрите, мы в частном порядке, там, где договоримся, ну, квартиры частная часть, допустим, мы не все сможем сделать за бюджетный счет. Но, почему я говорю представителя вашего попросил? Я сяду, посмотрю, прямо индивидуально, все у кого, то есть недостаточные доходы, нужна персональная помощь, я найду вариант, как вам прямо персонально, я с каждым из вас пропишу ситуацию, как вам помочь. Кому-то я попрошу ход способом, купим материалы по квартирам, и ход способом попрошу там сотрудников прийти, поработать здесь на месте. Наша администрация ответила. Я пофамильно с вами со всеми, вот прямо пофамильно, пока же в квартире пройду. А как вы это сделаете? Вот у вас же представитель есть, мы же договорились, если вы ей доверяете, я с ней, я с ней. Мы ее не сообщаем. Вот я еще в среду, мы все распишем, вы прямо все, прямо пофамильно, все, кто пострадал, по каждому без исключения, кому конкретно, индивидуально, какая нужная помощь. Значит, Антолич, вот сегодня перепишите, я извиняюсь, оцениваю, что ваше? Селена Владимировна, сейчас есть понимание, сколько таких семей? Конечно. Сколько? Ну, на сегодняшний момент три семьи. Всего лишь три. Максим, три или три? Всего лишь три. Всего лишь три семьи. Почему им не помочь? Подождите, я возьму машину сейчас. Всего лишь три семьи. Я помогу. Это я сейчас все решу, мы вообще не все проводим. Тем более двое деток. Я решу сейчас помогу. Пожалуйста, конечно. Сейчас решу на третьем подъезде, мы живем во втором, мы не признаны пострадавшими. Я вот представитель от всего подъезда, мы живу на 10 этаже, больше всех несу. У меня за счет этого общая стенка, у нас снежная, у нас в квартире очень холодная. У нас, конечно, у меня двое четырехлетних детей. В квартире очень холодно, я не могу не заотапливаться, у меня огромные счета. То есть заотопление, плюс систематические болезни детей. Давайте рассмотрите, вот по дому тоже до среды, вот посмотрите, чем девушки, потому что ну и подъезду в принципе, не только это по немонарным. Вот по всему стояку, и тоже вас приглашаю с утра в администрацию, усиленно, мы сейчас выверимся в этому подъезду, а вас тоже приглашаю, закончите по этому дому, есть план мероприятий, чем, ну я найду вам вариант этого. Буквально, так говорится, 105 миллионов нашли, в среду уже будут определены все процедуры, скорее всего я буду обращаться к владельцу. По постановлению правительства, быстрее единого поставщика определили в понедельник, чтобы нуждать конкурсных процедур. Максимально там с 1 апреля приступают к работе, в среду вот с Еленой Владимировной встречаясь в администрации с подрядчиками вместе, уже будет определенно, кто это будет. Поэтому вытащим ситуацию. И в Ялте такая же картина, мы там на связи с коллегами, вот по региональным законам, я думаю, мы отрегулируем все вот эти моменты, связанные с жилья в случае пожаров. Понятно, страховаться кроме этого надо, но бывают случаи, когда, ну, по объективным причинам, что-то, так сказать, вылетело, и, ну, не можем допустить, чтобы люди без жилья остались на улице. Поэтому, чтобы формально.